Страна возвращается в средневековье. Нормой вновь становятся самосуд, кровная месть, уличные разборки. Мировления, которые были проведены в Песунском заповеднике, о незаконном строительстве данном заповеднике, президент вначале объявляет о том, что эти объекты будут разубы, эти объекты будут снесены. Позже было объявлено о том, что людям будет выплачена компенсация. И, как обычно, мы сегодня наблюдаем за ситуацией, что об этом забыли. Хочу обратиться лично от себя, к руководству нашей страны. Ваш зал и попытки запугать меня и мою семью будут безрезультатны. Я вам это обещаю. Говорили за город в Порчат. Почему? Я отталкиваюсь оттуда, потому что сам президент тоже оттуда. И очень неприятно, когда сегодня мы живем в этом городе, и наши граждане, которые живут в Порчателе, они уже чуть ли не переселились, скажем, на границу, в Удалуту, в Гатву. Если коротко оценивать положение нашей страны, то надо честно признать, что мы стоим у черты, за которой нас ожидает крах нашей государственности, а в перспективе гибель нашего народа. В этой ситуации лидер государства, президент, должен показать путь обществу, выступить генератором идей. К сожалению, мы не видим способности власти выполнять эту возложенную задачу. И в правоохранительной сфере, и в экономике мы полностью просели. Просели настолько, что точка невозврата скоро уже не сможем проходить. Предлагаю в скором времени собрать политические силы, о которых сейчас говорил в том числе и Сергей Миронович, общественные организации, ветеранов, которые очень много отдали нашей стране, позвать президента и спросить у него, что происходит в стране. Что республиканская общественная организация «Кераза» считает себя свободным от выполнения обязательств по выполнению соглашения власти и оппозиции достигнутых 15 декабря 2016 года. В ближайшее время будет сформировано парламентское оппозиционное вещество. Мы намерены выходить на разные площадки и разъяснять гражданам суть и последствия происходящих в стране процессов. Надеемся на то, что и в правительстве найдутся люди, которые изменят свое отношение и оценку происходящих событий. Рано или поздно, но парламент, основываясь на мнении граждан страны, политических партий и общественных организаций, все же придется приблизиться к рассмотрению щепетильных вопросов по нефтедобыче и продаже жилья не гражданам Абхазии. Этого не избежать. Вопрос в другом. Умно ли заниматься этими темами от события к событию? В мае 2014 года мы с вами ушли от жестокого гражданского противостояния. Но, видимо, кто-то считает наоборот. И кто так считает, тот исходит из известного изречения, которое приписано нашему дальнему родственнику Аль Капону. Говорят, он сказал так. Пуля очень много меняет в голове, даже если она попадает в задницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!